В расположении воинских подразделений Южного военного округа находятся военнослужащие Самарской области. После случившегося в Макеевке родные и близкие бойцов волновались за их состояние. Губернатор Дмитрий Азаров приехал в воинскую часть, чтобы проверить условия проживания. Организация питания обеспечена всем необходимым. Военнослужащие рассказали главе региона, что условия хорошие, питание качественное, и сообщили, что им выдали новое обмундирование, дополнительно приходит гуманитарная помощь. Вместе с тем бойцы озвучили пожелания по доставке дополнительной партии экипировки. Спецсредств бытовых предметов. После общения с военными и представителями Министерства обороны, Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки организовать такую доставку в воинские подразделения. Уже вечером того же дня гуманитарный груз, зимняя теплая одежда, термобелье, шапки, теплые носки, рации, прибыл в расположение войск. Вместе с главой региона в Ростов приехала и руководитель Женсовета 2-й гвардейской краснознаменной общевойсковой армии Екатерина Колотовкина. Она передала бойцам специальные шевроны с изображением Богородицы. Эта икона, она вышита с огромной любовью, специально для вас. Она освещена, и в ней вся любовь и забота о нашем боинстве. Вот этот шеврон приезжал кто-то, православный батюшка какой-то, и раздал там кому-то нашим ребятам. И боец один мне дал вот этот шеврон и сказал, что, ну, носи его. Я его нацепил, и в момент прилета химер, вот этот бушлат я накинул на себя и вышел. Потом бушлат отдал бойцу, и вот это мне отдали 30 или 31 числа, эту икону. И вот она со мной по сей день. После осмотра воинских подразделений Дмитрий Азаров побывал в военном клиническом госпитале Ростова-на-Дону, где поблагодарил врачей за заботу и внимание. Мы им оказали огромную помощь, и принимая их на самарской земле, уже видел, что и настрой их, и настроение, и самочувствие сильно отличаются от того, что были в первые дни, когда они только вступили в госпитале. Я вам искренне признателен, благодарю вас сердечно. В знак признательности за помощь в восстановлении здоровья бойцов, защищавших родину, губернатор вручил медикам благодарственные письма. По инициативе главы региона, большая часть пострадавших самарских военнослужащих уже перевезена из ростовского госпиталя в Самарскую область. А два бойца, которые до сих пор проходили лечение в Ростове-на-Дону, сегодня переведены в Москву для оказания специализированной помощи. Надо, конечно, прислушаться к врачам и пройти должное лечение и курс московских в лучших госпиталях. Вас везут, коллеги говорят, что это и оборудование укальное, и врачебный состав, и главная специализация на таких травмах. На реабилитацию на самарскую землю. Самарские военнослужащие поблагодарили губернатора Дмитрия Азарова за поддержку и внимательное отношение к каждому земляку, который сегодня защищает родину. Спасибо. Не каждый губернатор, как говорится, решится на такие вещи, чтобы выехать. И будем также помочь своим землякам, близким. Это тоже, как говорится, с нашей стороны оценено. Особое внимание губернатор уделил вопросу розыска самарских военнослужащих, с которыми на связь не могут выйти их родные. Глава региона передал представителям Минобороны списки самарских бойцов, чтобы уточнить информацию по ним. Вопросы дополнительной поддержки военнослужащих и их семей обсуждались на личном приеме губернатора с бойцами. Все обращения глава региона взял на отработку. Ольга Павлова, Виктория Шарая, События.